Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя и это новый влог. У нас планируется с вами достаточно насыщенный день. Во-первых, девочки, хочу похвастаться. Я наконец-таки смогла проснуться не в обед. Сейчас 9 часов утра. Я вообще не верю. И плюс я такая радостная по той причине, что сегодня прошла ровно неделя, как только мы с вами начали похудение, назовем это так. Конечно же, первым делом я побежала взвешиваться. Мысли были разные. Знаете, я думала, ну, вес вообще не изменится, все останется как прежнее. Но у меня даже были мысли, а вдруг я набрала, знаете, какой-то там килограммчик. Но я взвесилась и сейчас увидите тут результат. Изначально мой вес был 61 килограмм. 700 грамм. Как будто можно округлить в разные стороны. Округлить до килограмма и округлить до 500 грамм. Но в любом случае это уже начало. Это уже хороший результат. Поэтому я рада. И, как вы помните, мы с вами вообще. Можно сказать, это даже не диета. Потому что диета у меня сразу автоматически в голове ассоциируется с какими-то запретами, рамками. Что мы с вами постоянно чувствуем голод. Ложимся спать голодными. Я ела булочки разные, бутербродики, хлебушек. Кушала абсолютно все, что хотела. Без каких-либо ограничений. Единственное, что я старалась не есть, когда мне скучно. Знаете, там под сериал, под какое-то видео. Старалась контролировать и именно чувствовать тот самый настоящий голод. Я сейчас пойду краситься, одеваться. На фон включила распаковку адвент-календаря от Наталины. И если планы не поменяются в последнюю секунду, как это чаще всего и бывает, то мы с вами поедем в заведение одно, которое в Варшаве. Я вообще не знаю, открылось ли оно недавно, либо оно давно. Но я о нем не слышала раньше. Там сейчас проходит коллаборация с брендом косметики. Об этом сейчас все говорят блогеры. Туда все приезжают. Но понимаете, маркетинг работает, так сказать. И я ничем не отличаюсь. Я тоже жертва, которой все нужно, везде нужно. Там, по-моему, нужно заказать милкшейк какой-то и картошку фри. Вам дается купон. И на улице у них стоит такой как автомат с косметикой. Как с едой, знаете. Вы вводите циферки, которые на купоне вашем. И вам выпадают рандомные или там бальзам для губ или какие-то сыворотки. Я вообще понятия не имею, что это за бренд косметики. Заодно и узнаем. Я вам недавно рассказывала о том, что я купила себе новую пудру. Паэс, паэс, не знаю как правильно. Она мне нравится. Но вы бы знали, сколько мне понадобилось времени, чтобы понять, что вот эта пудра и спрей для фиксации макияжа от Шарлотты, они несовместимы. Их нельзя использовать вместе. В общем, как это все начиналось. Этой пудрой я сейчас буду пользоваться третий раз. Я ее наношу. У нее запах, ну такой, знаете, не то чтобы какой-то приятный аромат. Ну ладно, мы это прощаем. Но это, знаете, вот летит в нос и как будто, ну не очень приятно. Но она быстренько так оседает. И вы не замечаете никакого запаха. Как только я наношу этот спрей, я вообще не знаю, куда мне деться. И я не понимала. Мне казалось, знаете, начинает вонять настолько что-то вокруг. Я красилась в ванне, я думаю, может быть в ванне что-то. Перенюхала все, думаю, может консилеры, может быть кисти. В первый раз по итогу я не поняла. Во второй раз тоже. И только сейчас до меня дошло. И я хочу, знаете, чтобы пробовать? Нанести чуть-чуть на руку. Да, это запах очень невкусно пахнет. Очень. Вот прям что воняет. И знаете, что меня тревожит? Оно-то пахнет, ну, наверное, не дольше пяти минут, это точно. Но, возможно, я привыкаю. И теперь я переживаю, что вдруг этот запах в течение всего дня на моем лице. Представьте, лицо воняет у человека. И это чувствуют другие. В общем, я не знаю. Мне нравится, как и этот продукт, потому что я вообще не пользуюсь никакими матирующими салфетками сейчас. У меня жирная кожа, но с этой пудрой она вообще не жирная. И также вот этот спрей тоже. Я вам в каждом видео говорю, что это просто 10 из 10. Я не могу отказаться от него. Ну, по итогу придется терпеть вот эту вонь. Вы уже видите разницу в моем макияже? Да, я наконец-таки накрасила реснички спустя месяц тушью. Потому что у меня ламинирование. И вы знаете, ну, макияж прям ярче. Совершенно. Вот кто бы что ни говорил, но ресницы тоже важный этап в макияже. И как будто мне даже непривычно, знаете, так вот ярко, какой-то объем. Я же ходила вообще не красила. Говорят, ламинирование, когда делаешь, можно красить тушью реснички. Наоборот, все так и делают. Но мне вот настолько нравился именно эффект той самой натуральности. И, в общем, сейчас мне прям непривычно, но я вижу, что так намного лучше. Нужен ваш совет. Я одела тот самый костюм, который заказала в ТикТоке. Кофточка с юбкой. Но я вам сейчас покажу в полный рост себя. Но мне настолько некомфортно. Кофта, она сама по себе более такая, знаете, какая-то базовая. А юбка, ну, прям классическая какая-то. Кофта, она более спортивная. Надеюсь, видно в полный рост. Ну, в общем, как-то так. Мне просто самой очень сильно непривычна такая одежда. За счет того, что юбка, я не знаю, гораздо, знаете, комфортнее пойти в каком-то страшном спортивном костюме, где не видно вообще ни ног. Ну, вот я смотрю на себя. Мне кажется, что очень некрасиво. Как-то у меня, ну, ноги, я не знаю. Вообще они для юбок. Ощущение, будто мне подходят больше какие-то длинные модели. Прям в пол. Ну, и волос уже какой-то висит. Ну, мне некомфортно. Не знаю, как будто на ком-то, мне кажется, это было бы лучше, но на мне нет. И мне, кстати, пришел спортивный такой костюмчик, знаете, вязанный, в бочкомат. Может быть, мы с вами сходим сначала, заберем посылку, вернемся домой и посмотрим, что за костюмчик. Он со штанишками, с кофточкой. Я насчет размера не уверена, но вот так вот просто, не знаю, ехать на трамвае, на автобусе вообще некомфортно. Мне уже никуда не хочется. Забрала я посылочку. Погода хорошая, вообще не холодно. Ну, такой ветерок, но знаете, 18 градусов у нас, если что. В общем, иду домой, будем примерять костюм. Насчет размера, по-моему, я заказала S, а не M. И, возможно, он будет маленький. Ой, не знаю. Ну, ткань приятная, но он очень теплый. Примерять будем с вами? У меня уже настроение просто испортилось. Ладно, давайте примеряю. В общем, кофточка. На самом деле, качество прям приятное. Очень мягкое. Единственное, что мне не нравится, что здесь такая фурнитура, вот это колечко. Оно меня чуть-чуть подвешивает. Штаны. Такие они широкие внизу, длинные, я на них наступаю. Костюм сам по себе уютный, но, как всегда, есть дно. Знаете, например, лететь куда-то в нем хорошо, потому что он такой вот. Я, кстати, на колодке ковроновой мерею, я решила их не снимать. Он прям супер мягкий, если куда-то ехать, да. Но вот внизу у меня прям, ну, таких широких никогда не было. Я люблю широкие штаны, но оно как будто, знаете, может даже закрыть полностью мои пальцы. Вот с этой стороны, видите? Как-то прям очень широко. Если бы, ну, чуть-чуть было поуже, тогда да. А так? Не знаю, что делать. Ну, мне точно не нравится он, чтобы ходить по улице, а оставляет, знаете, там, чтобы ездить, и плюс так попа отвлекает. Я вообще не люблю, когда вот что-то там, я не знаю, очень сильно в облипку. Мне как-то некомфортно. Вот мне нравится, что кофта такая широкая. И слава богу. Ну, кофту, даже если оставлять только кофту, хочется просто чихнуть. Я ее не оставлю, потому что меня реально бесит это колечко. Она у меня ассоциируется с какими-то, я не знаю, старыми временами. Ну, в плане какие-то такие стили были раньше. Вот. Мне изначально эта кофта не понравилась. Я думала, что она классная на модели. Знаете, когда они там позируют, то не видно, что, по сути, внизу это просто выше, чем, шире, чем сверху. Хочу попробовать вот пройтись, и потом самой даже посмотреть на камере, насколько сильно они широкие. Ну, как будто, может быть, даже и не сильно, но вот нет, они широкие, согласитесь. Ну, меньше размер, как будто, уже не хочется. Но при этом так мягко. В общем, здесь нужно думать. Я очень хотела такой костюм, но немножко не такой. Ну, вот, видите, мне кажется, он, ну, шире реально. Видно же вам? Или это я все придумываю, что тут прям вот он расширенно сильно. У меня настроения вообще нет, и никуда ехать я уже не хочу. Вот прям вообще. Знаете, я же запланировала, что я не только в это кафе, но там еще рядом есть магазинчики, парк Лозенки, самый большой парк в Варшаве, там, ну, тем более, сейчас осень уже, листва опала, и, знаете, взять какой-нибудь кофе или горячий шоколад, вот так вот просто походить по парку, подышать свежим воздухом, посидеть на скамеечке. Но это все так далеко. Час ехать на трамвае. И... Ну, это всего лишь оправдание. У меня просто правда испортилось настроение, поэтому я никуда уже не хочу ехать. Может быть, завтра. Сегодня давайте тогда проведем этот день дома. Казалось бы, изначально все планировалось совсем по-другому, но... Такая вот у меня жизнь. Настроение у меня испортилось вот из-за этой юбки, которой мне стоит находить... Знаете, рукава вот коротковатая, как будто хочется на зиму подлиннее, и они шир... Ну, я не знаю. В общем, я подумала насчет этого костюма, я села, и, знаете, ощущается, как в пижамке. Вот прям можно и ножки задрать, и вот вообще как угодно, ничего нигде не тянет. Супер мягкий такой, знаете... Ну, я думаю, вы видите даже через видео, что он такой вот хороший, но модель... Просто я не модель. Как будто хочется оставить просто, вот знаете, для души, для себя. Не потому, что это там как-то подчеркивает мою фигуру, или я худее выгляжу, а просто потому, что это приятная вещь, и в ней удобно будет жить, ну, ходить. Не знаю. Но при этом... Жалко. Почти 300 злотых костюм. Я все-таки хотела прям такой костюм, чтобы и выход куда-то, и... Ну, в общем, не знаю. Я бы в нем даже и дома хотела. Ну, правда, очень... Я такую ткань не знаю. У меня вообще нет такой ткани в одежде. Да, я тоже расстроилась, что мы с вами никуда не едем. Ну, значит, такая судьба. Я всегда себя, знаете... Не то, что успокаиваю, я просто думаю, вот, значит, такая у меня судьба, что вот нужно сегодня остаться дома. Неизвестно, что бы произошло со мной в городе. Вдруг бы какой-то несчастный случай. А сейчас вот в это время я дома нахожусь. Я уже очень голодная. Я же планировала в этом кафе покушать. И самое интересное, я голодная, но сейчас 11.20. Я в это время еще сплю обычно. Девочки, смотрела вчера блогера Настю Добнер. И она показала книжку рецептов. Она там делала булочки, печеньки и все. Мне это тоже надо. Зашла я на Валберес и у меня теперь корзина на 400 рублей. И здесь только книжки. А еще я нашла блеск Роуд для вас. Потому что у меня-то есть и он, знаете, вот вообще ничем не отличается. В комментариях отзывы тоже положительные. Вот. Все оттенки, все доступно. Вот у меня такой шоколадный. И цена 30 рублей. Я бы лучше такой купила. Потому что я покупала не напрямую, а через байера. И это дополнительные. Вот, кстати, вот эта блогер Настя, она купила себе календарь адвент от Сифоры. Вот этот самый популярный. И, знаете, вот эти байеры, например, отвенствуют 700 злотых, а она его купила за тысячу. То есть 300 злотых, ну, почти половина стоимости зарабатывает байер. Просто на том, что вот, ну, как бы, он доставил, передал этому человеку, продал. И я думаю, что это вообще неплохо вот так вот зарабатывать. А, ну, про книжки. Я добавила себе в корзину. Понятно, рецепты в интернете это да, но вот такая книжка, она очень красивая внутри. И, знаете, ну, хочется по ней готовить. В общем, вот так вот она выглядит. Мечтать не вредно. И здесь, например, вот так вот. Рецепт на всю страницу. Пиццы. Рыбки. Мясо. В общем, выпечка разная. Очень красивая. Стоит 25 рублей. Потом я нач... Мне уже, знаете, в рекомендациях начала попадать другие. Давайте готовить тыквенный суп-пюре. Нам понадобится тыква. В прошлый раз я брала большую. У меня оставалось больше половины. И в этот раз решила взять такую маленькую. другой не было в магазине. Надеюсь, что она тоже вкусная. У меня сорт в этот раз Хокаидо. В прошлом понятия не имею. Просто тут написано. Далее, морковка. Вообще, овощи можно брать абсолютно любые. Какие вы только любите, какие у вас есть в холодильнике, все это и добавляйте. В прошлый раз я еще брала сельдерей. Можно добавлять лук, картошку, вообще все, что угодно. У меня помидорки, два перца и еще есть помидорки черри. Вот такие. У нас будет такой томатный, тыкный суп и чесночок. Тут все очевидно, девочки. Моем и режем. Девочки, будьте, правда, очень аккуратны. Я очень надеюсь, что тыква в этот раз тоже подходит для запекания. Такая же вкусная. Но в прошлый раз, знаете, мне прям в общем она была намного больше, толще. Сейчас уберем косточки ложкой, обычной столовой. Это можно делать. Ну вот я хочу тут, знаете, поковыряться ножом. Все нарезала. Сверху еще добавила у меня были веточки розмарина, три зубчика чеснока, не поливаю это маслом, не добавляю соль, вообще никакие приправы. И единственное, что в прошлый раз я добавляла сливки, в этот раз без них. И при желании можно, знаете, еще пожарить креветочки и при подаче их вот так вот сверху красиво выложить и будет тоже вкусно. Все, отправляем запекаться. И пока оно запекается, будет долго. Ну, не меньше сорока минут, это точно. Я уберу кухню, мы с вами выгрязнили только досточку, ножик, поэтому это займет одну минуту. Я уже такая голодная, я вообще не могу дождаться, когда мы уже с вами приготовим суп. Сейчас 12 часов дня, и теперь я понимаю, что значит, когда просыпаешься рано и такой поздний завтрак. Ну, в общем, будем ждать. Другого выхода нет. И сделаю вам обзор своих пустых баночек. Рубрики пустых баночек не было достаточно давно, но вы видите это количество. Целый пакет соседей ремонт, я надеюсь, он нам не помешает. И причем самое главное, то, что у меня в ванне и сейчас в каждой баночке осталось по чуть-чуть, но уже просто нет смысла ждать. Тут и так больше 30 пустых банок. Я постараюсь кратко рассказать, потому что это займет, если подробно каждую баночку смотреть. О, господи. Я в шоке, неужели я так много чем пользуюсь? Вот такое количество пустых. Для удобства я разделила по группам. Тут уход за телом, за волосами, косметика и уходовая косметика. Давайте начнем с волос, потому что здесь, как правило, меньше всего. У меня достаточно часто спрашивают, чем я пользуюсь, и знакомые, и в тиктоке, и я даже не знаю, что отвечать, потому что мне неловко. Я не делаю абсолютно ничего. Когда девушки говорят, что вот они постоянно делают какие-то процедуры в салонах, знаете, там для роста волос, чтобы они были здоровыми, куча баночек, дорогих банок. и я это все вижу, наблюдаю, я понимаю, что я не могу сказать, что я ничего не делаю со своими волосами, они у меня такие от природы, но это генетика. Это то же самое, как, знаете, я спрашиваю, ну, как у тебя такая чистая кожа, а человеку тоже, ну, стыдно сказать, что он же видит, сколько я вообще лет пытаюсь это вылечить. Акне, в общем, у кого-то лучше, я не знаю, кожа, волосы, фигура. Вот так вот природа нас такими сделала. В общем, для волос, девочки, шампунь я пользовалась вот этой от L'Oreal Professional Ciriac Seal Advanced. Мне этим шампунем моют голову в салоне красоты, когда я прихожу обрезать свои кончики примерно раз в год или там раз в полгода. Это именно шампунь для кожи головы. Он какой-то тут, знаете, чтобы они не жирнились, не было перхоти. И мне он нравится. Он вообще не бюджетный, стоит примерно 150 злотых. Для меня это очень дорого, потому что я обычно могу помыть голову шампунем и сана за 4 злотых, а тут 150, ну, как бы странно, но я вижу эффект, да, правда. на волосы это никак не влияет, это именно на кожу головы. И сейчас у меня другая из Росмана, по-моему, за 6 злотых. Она, по сути, тоже для кожи головы, для жирного типа, но вот если сравнить ее, и ту, и ту, которая у меня сейчас, то вот это, конечно, лучше, она качественнее, поэтому, ну, шампунь такая, мне очень нравится, упаковка с дозатором, хватило мне ее на 6 месяцев, вот этой банки, вы представляете, какой расход минимальный, поэтому это точно 10 из 10 еще, знаете, запах, он очень освежающий, он мятный, поэтому его я могу рекомендовать. То, что я вам покажу, если это подходит мне и мне нравятся эти продукты, это не значит, что вам нужно бежать сломя голову, покупать то же самое, потому что мы, правда, все настолько индивидуальны, если для меня это любимый продукт, то для кого-то он будет ненавистный, и он его никогда не купит, поэтому я рекомендую, даже если вы хотите что-то попробовать новое, сначала приобрести более маленькие форматы, мини-версии, я говорю о средствах, которые стоят, ну, не бюджетно. Дальше волосы, это бальзам для волос, у меня такой от LSEF, я люблю абсолютно все линейки, и фиолетовую, и оранжевую, пользуюсь только ими, и, как мне кажется, это самые такие бюджетные, даже от Исана, если, вот, у меня есть Исана гель для душа, он считается, типа, вообще дешевым-дешевым, но такая же цена и на LSEF, ниже, чем эти бальзамы, я как бы цену в Росмане не вижу, возможно, там что-то и есть, так что, знаете, что вот бальзамы, кондиционеры для волос у меня самые бюджетные, потому что мне без разницы, чем мыть волосы, правда, они у меня вот такие вот, ну, всегда. Дальше, сухой шампунь, не пользуюсь вообще, вот этот у меня уже стоит, я не знаю, много лет, маленький, маленький такой тюбик, знаете, его удобно для путешествий, ну, например, моя мама, там, все знакомые, кто делает укладки, они не представляют свою жизнь без сухих шампуней, но за счет того, что у меня именно проблема кожи головы, вот этот сухой шампунь, он очень ее сушит, поэтому я, ну, вообще не помню, когда в последний раз пользовалась, но вот на крайний случай он может быть. И для волос жидкий шок, супер вещь, он намного лучше, чем масло, в нем нет никаких витаминок, в плане, он не напитает ваши волосы, не делает их здоровыми, это просто чисто визуальный эффект, эстетика, волосы сразу такие, вот мягкие-мягкие, у меня такой кхи-ши, есть еще биосилк, они все похожие, и знаете, с таким же эффектом у меня спрей для волос от Кевин Мерфи, с блесточками, абсолютно такой же эффект, возможно, даже там немножко получше он, ну и блесточки, как-то, знаете, приятнее все-таки бренд, но вот это продается и на Хеби, в Росмане тоже, такой баночки хватает прям надолго, распределяю на сухие волосы по всей длине, для волос кажется все, девочки, давайте приступим к макияжу, пудры для лица, они у меня заканчиваются просто, буквально за неделю, я их наношу большое количество, у меня две, одна такая вот рисовая, бренд вот этот, АА, Пуинкс, рисовая пудра, если у вас жирный тип кожи, то всегда выбирайте рисовую, и есть от Вибо, такая вот розовая, покупаю постоянно, красные пудры, какая на скидке будет, такую и беру, для меня важно, чтобы она была рисовая, чтобы она была рассыпчатая, вот, другими никакими не пользуюсь, вот эти могу советовать, в принципе, их цена где-то 40 злотых, но на скидке можно купить за 20, покупаю, вот, какая будет на скидке, такую и возьму, дальше консилеры, у меня здесь три консилера, но два из них одинаковые, первый консилер, вот такой вот Tarte, у него темнеет упаковка, я не знаю, с чем это связано, бомбитно, внутри сам консилер, он почему-то темнеет, на лице я такого не замечала, он хорошо перекрывает, приятная консистенция, у меня оттенок 22N, но он такой, достаточно темноватый, оттенок это не вот это вот то, что темное, а вот это вот, светленькое, он не бюджетный, по-моему стоит 145 злотых в сифоре, из бюджетных, вот такой Catrice, в самом светлом оттенке, 001, пользуюсь, они у меня заканчиваются очень быстро, потому что я наношу на все лицо, у меня очень много постакне, но и сами понимаете, что расход большой, вот, у меня сейчас тоже Catrice и Nars, вот этот, скорее всего, больше покупать не буду, он как бы, ну, обычный, ничего такого, мне даже как будто больше нравится Catrice, он более водостойкий, не то, чтобы я каждый день купаюсь в воде, или там от дождя, но, знаете, даже вот как-то, к концу дня, выглядит макияж лучше с Catrice, дальше тут в основном осталось для губ, тинт от Benefit, в оттенке Play, тинт очень мне нравится, такой оттенок, он вообще там у него разный, запах такой, знаете, никакого, я бы купила такой снова, я еще любила наносить на щечки, как румяна, на лето вообще, красиво, хороший, если вот, кстати, знаете, может быть для вас это будет какая-то идея, подарка на праздники, Рождество, Новый год, вот, например, какой-нибудь тинт, да, в качестве дополнения к подарку, очень неплохо, вот этот прям советую, я бы его повторила, там много оттенков разных, мне больше даже нравилось наносить, именно как румяна, гигиеничка, из Sephora, с арбузом, увлажняющей, у меня вообще не было никаких ожиданий, на эту гигиеничку, но она потрясающая, во-первых, запах приятный такой обычный, и увлажняет, она красная, но, вы же меня никогда не видели с красными губами, она такая вот легкая, легкая, знаете, розовенькая окрашивает, очень хорошо увлажняет, рекомендую, там тоже есть много разных ароматов, и кокосовые, и наборчики есть, вот тоже, как для праздников, поэтому могу рекомендовать, блеск Clorans в оттенке 0,1, он у меня уже, наверное, 3 года, и, как мне кажется, из бюджетных, нет, точнее, вообще из всех, в принципе, блесков, тут объем, чтобы вы понимали, почти как мой CC крем, тут 15 мл, тут 12, то есть объем огромный, цена, намного дешевле, чем Dior, Chanel, там что еще есть, клиник, он увлажняющий, хороший, вот этот оттенок, он такой нюдовый, приятный, тоже хорошо увлажняет, запах, многие говорили, что у них портится, вот это вот, именно пимпочка, что она начинает вонять, у меня такого вообще нет, я не замечала, хороший блеск, у меня есть, еще в светлее оттенке, бежевый он, или персиковый, в общем, или 0,0, или 0,2 все-таки, оттенок CC крем, ну это моя любовь, вы знаете, как я его сильно люблю, это такое легкое покрытие, для проблемной кожи, с акне, с постакне, это вообще, мне очень нравится, я пользуюсь им годами, вы помните, раньше я всегда, еще чередовала его с Мишей, но вот он и для жирной кожи, тут еще центелла азиатская, и они выпустили новую формулу, поэтому для меня это прям очень хороший продукт, мне нравится, такое легкое перекрытие, прям не забивает поры, ну я не знаю, это шикарно, я им столько пользуюсь, так часто покупаю, что я уже готова быть амбассадором, кстати, другие вот BB крема, я не пробовала, возможно, они тоже хорошие, их многие любят, но вот знаете, этот именно для перекрытия, вот этих красных пятнышек, я решила, что мне такой только подходит, дальше давайте для тела перейдем, и у нас останется уход за кожей, дезодорант от Rituals, правильно Rituals говорите, вы знали, я ненавижу этот бренд, я вот прям вообще, я не понимаю, почему его все так любят, хвалят, это второй дезик, первый я купила сама, этот подарили маме, но я и забрала его себе, самая цена, самый обычный дезик, тут состав, чтобы вы понимали, ничем не лучше, чем алюминий на втором месте, ну как бы, о чем идет речь, в общем, я не знаю, в чем суть, 50 злотых отдавать за вот такой вот малыш, 150 миллилитров, не знаю, это того не стоит, он самый обычный, и также вот Rituals, у меня был такой наборчик для тела, это мне давали в подарок в каком-то магазине, больше ничего я не пробовала от этой фирмы, у меня вообще, правда, ничего не было, ни духу, а нет, у меня был спрей духов, таких вот, с сакурой, вообще мне не понравился аромат, и вот этот аромат тоже, мне не понравился, это охлаждающий, гель для душа, и маска для тела, как крем, ужасная, я просто ждала, когда он у меня уже закончится, вообще не хотелось пользоваться, что и гелем для душа, что и маской, оно такое все липкое, не впитывалось, но я не поняла эти продукты, я не понимаю, правда, почему это так дорого, если бы это было дешевле, там, в районе хотя бы 20 злотых, я бы могла еще понять, что, ну, иногда можно, да, вместо других, но, для меня нет, гель для душа, от Солда Жанейра, девочки, ужас, у меня был такой наборчик, с косметичкой, я думаю, как и у всех вас, и вот здесь вот не написано, что это именно номер 68, я не знаю, есть ли, или 62, какой там вот этот вот аромат, соленая карамель и фисташки, но вот это пахнет совсем не так, и я покупаю Солда Жанейра только ради запаха, а вот это совершенно другой запах, и мне он не нравится, я бы не купила снова, консистенция очень жидкая, да, возможно, приятно, оно увлажняет, но запах не тот, мне не нравится, он для меня не показался каким-то вкусным, наоборот, как будто очень странный, поэтому тоже нет, SPF для тела, не знаю, насколько еще актуально, но может быть, кто-то полетит отдыхать, или вам на будущее, вот этот SPF для тела, Hawaii, у них есть и спреи форматы, самое лучшее, оно увлажняет, оно, знаете, чуть-чуть бежевое, оно не белое, на коже выглядит просто потрясающий, запах тоже приятный, и цена у него вот такая, баночка, ну, я покупала, наверное, за 30 злотых, и он правда хороший, его все так любят, кто вот попробует, тот знает, что кожа, ну, как шелк, далее, гель для душа от Isana, мне нравился этот аромат, гель для душа тоже по 3 злотых, ну, это на скидке, без скидки, наверное, не больше 6, у меня йогурты, фрукты, ягодки, хороший аромат, я буду покупать такие, у меня кожу не сушат, зачем покупать что-то подороже, если и это подходит, далее, вот это крем для интимной зоны, и для подмышек, и, в общем, наносите на кожу после бритья, этот крем против раздражений, и тут даже против каких-то там, знаете, бактерий, в общем, мне очень нравится, и правда эффект есть, когда случайно там, или, знаете, не прям качественно вы нанесите, нанесете на поверхность кожи, какое-то место вы, ну, там, я не знаю, пройдете мимо случайно, то, поверьте, вы заметите эффект, что все где-то идеально, вот этот вот участок, он, ну, как-то, я не знаю, будет выделяться, поверьте, вы почувствуете, ощутите, все эти прекрасные ощущения, мне очень нравится, есть еще формат масла, его также, по сути, можно наносить и на зону ног, после бритья, у кого какая проблема, где угодно, туда и наносите, девочки, он безопасный, очень хороший, вот этот фирма Йоп, она польская, и у меня также гель для интимной гиены, тоже от него, мне прям нравится, спрей от Victoria's Secret, недавно у них был показ мод, я не вдохновилась, единственное, что вообще модель, которая хоть как-то у меня на слуху, или вообще за которой я могу там наблюдать, интересно, вот Gigi Hadid, там вот это все, Candle, нет, мне нравится Ирина Шейк, вот, поэтому, ну, спрейчик, хороший аромат, вот этот, Nectar Wave, он очень свежий, легкий, вообще спрей, я люблю форматы спреев, у меня также есть такой, за счет того, что вот этот вообще стоит 15 злот, это сори, у него очень дорогой аромат, он, знаете, такой вот прям какой-то арабский, очень, ну, как будто для духов он не подходит, но вот как спрей, знаете, я пшикаю этими спреями, вот так вот всю комнату, после душа пижаму, одежду, я очень люблю, когда пахнет дома, и вот эти спреи, ну, это вот, вот это, это прям мой запах, да, я бы его повторила, я не пробовала никакие новые, объем 100 миллилитров, 15 злотых девочки, ну, это вообще смешно, Victoria's Secret, вот этот, у меня тут даже цена, 95 злотых, как будто много, по сравнению с этим, ну, просто объем больше, в общем, Victoria's Secret в свое время пользовалась только ей, крема для тела, все эти скрабы, шиммерные крема, ну, как бы, хорошо, также крем для тела от Zai, я вообще, у меня не было никаких ожиданий, с маслом какао, его запах, это просто, я вам всем рекомендую, он стоит в районе 15 злотых, ну, вот он вообще, знаете, очень хороший, посмотрите, во-первых, упаковка, она не зешманская какая-то, у меня не сломался, не дозатор, очень удобно, что не нужно вам откручивать, лезть рукой, вот так вот нажали, именно такая, знаете, у него жирненькая текстура, сначала это как молочко, легкое, но оно оставляет жирный след, для кого-то минус, для кого-то плюс, но вот на такую погоду, как сейчас, осень, зима, я даже летом и пользовалась, поэтому куплю обязательно еще, вот это продукт, который стоит каждой своей копейки, и для тела, ну, как из духов, у меня остался такой вот, это даже не пробник, это мне дарил Dior на день рождения, представляете, что это за подарок, не люблю, не люблю такие упаковки, проще, когда, знаете, вот эти вот, по одному миллилитру дают пробники, потому что, ну, а как этим пользоваться, каждый раз откручивать, ну, спасибо, неудобно, и знаете, что я делаю, я просто добавляю во все баночки, куда я только могла, например, вот в этот крем чуть-чуть добавляла, в мыло для рук, и вот так вот постепенно туда-сюда, вот так и заканчивается, потому что по-другому я не знаю, запах, в принципе, нормальный, у меня Dior духов никогда не было, именно полной версии, для меня, кажется, дорого, я вот не могу покупать такие, там, дорогие духи, потому что я знаю, что вот есть такое бюджетное, но при этом вкусненькое, уход за лицом, я хотела, чтобы это все было быстро, но мы с вами уже болтаем, и мне кажется, я даже не делаю перерыв, я постоянно слово за словом, термальная вода, такой объем, вот именно этот, берите, не покупайте 150 миллилитров, у меня вот этот, был дольше, чем 150 миллилитров, как это работает, я не знаю, причем, знаете, вот, вообще не пшикает уже, ах, обидно, на лето самое то, на пляже, на море, на жаре, вообще, вот в Дубае, я просто пшикалась, его и на макияж, и это, знаете, как просто вместо тоника для лица, утром проснулись, умылись, нанесли, оно увлажняет, очень хорошо все для кожи, влияет, питает, питает, в общем, я довольна, пользуюсь, очень много лет, и вот такие маленькие форматы, в любую сумочку, ну, правда, вы сами понимаете, что удобно, дальше, тема прыщей, вот этот крем, клин топик, девочки, использовала до последней капли, в начале у меня была такая дикая сушка, ну, вы помните, я когда в Макдональдс пришла бургер, есть, кусаю, у меня вот так все потрескалось, было ужасно страшно, я не могла нанести ни макияж, и это длилось не один день, наверное, недели две, носила я на ночь, покупала в Минске, если что, в Беларуси, в аптеке, без рецептов, я показала какую-то другую мать, мне сказали, ее нету, вот есть похожая, она от черных точек, типа такое вот все, состав, клиндомицин, в общем, не знаю, бензоил, пероксид, клиндомицин, гель, не могу сказать, что мне это помогло, но в начале я видела эффект, но как только я перестала пользоваться, у меня снова пошли прыщи, я попрошу маму перевести мне снова, и буду продолжать курс, потому что в начале мне очень нравилось, но была дикая сушка, просто нужен был какой-то увлажняющий крем, дальше тематика лица, лето, SPF, ну, возможно, кто-то наносит SPF, осенью и зимой, ну, так и нужно, все правильно, но я, например, нет, только летом, вот этот от La Roche-Posay, это у меня вторая баночка, причем первый раз я покупала для жирной кожи, там зеленая, по-моему, вот тут вот, что-то, квадратик, это для обычной кожи, это для жирной кожи, оно очень сильно жирнилось, вот этот так не жирнется у меня на лице, очень легкая текстура, такой флюид, упаковка тоже удобная, выгоднее брать, конечно, по скидке, но продукт хороший, 10 из 10, но вот знаете, после того, как пробуешь корейскую косметику, понимаешь, что да, какая-то там есть все-таки суть, потому что вот даже тот же SPF от De Alba, ну, это вообще, это просто, это новая игра, это меняет вообще все, поэтому, ну, я не планирую покупать снова вот этот, ближайшее время, не знаю, у меня же жизнь, я еще планирую жить минимум 80 лет, за 80 лет, поверьте, я еще столько всего перепробую, я уже и забуду, чем я там пользовалась, но вот корейский SPF, Beauty of Jason, мне очень понравился, De Alba, очень нравится, и вот De Alba у меня есть и сейчас, из золотого яблока покупочка, энзимная пудра, не первая моя покупка, таких баночек, на Валбере заказывала, от Le Cato, вроде так называется, ну, запах нормальный, ничего не делает, вот честно, не осветляет, ничего, когда в какой-то момент я понимаю, что безделушка, чтобы оно просто не валялось, я могу добавлять это в шампунь, знаете, на ручку выливаю шампунь, чуть-чуть этой энзимной пудры, и оно как бы очищает кожу, как такой, ну, не скраб, пилинг, так же для тела, ну, в общем, покупать пока не планирую, для меня эти штучки не работают, патчи для глаз, вот эти патчи, на самом деле, для меня, они прям, что-то такое ценное, потому что это первый бренд, который со мной начал сотрудничать, Хеймиш, патчи мне очень понравились, они с матчей, вообще тут 30, на 30 дней, на месяц, но они у меня полгода, я не делала их каждое утро, знаете, это просто по настроению, мне нравится, особенно приятно, что венбренд мне отправил такой подарок, они мне отправляли еще гидрофильное масло, это точно нет, 0 из 10, для меня гидрофильное масло, неприятно, противно, это все вот так вот льется, я не, как можно выбрать гидрофильное масло, вместо мицеллярки, и еще что-то они мне отправляли, но я как будто забыла, а, кушон, он у меня сейчас есть, хороший, пользуюсь, гидрофильное масло, для умывания от Labo, 13 злотых стол, как и сейчас, шикарно пенится, увлажняет, но единственный минус, это отдушка, она приятная, все дела, но она очень ярко выраженная, вот прям знаете, ну сильно пахнет, и когда каждое утро ты, это же тем более рядом с носом, ну перебор как будто, но в принципе нормальная, хорошая, сыворотка для лица, от корейского бренда Skin 1004, очень хорошая сыворотка, у меня была такая изначально маленькая, вот это самая универсальная, желтенькая, я рекомендую вам с нее и начать, а потом уже попробовать там вот эти зеленым чаем, с неоцинамидом, вот это она такая вот, знаете, для всех типов кожи, просто увлажняющая, успокаивающая, прям хорошая, стоит тоже каждый своей капельки, маска для лица от Lanier, она у меня закончилась давно, я не выкидываю эту баночку, я очень люблю сюда переливать какой-нибудь крем, чтобы брать в путешествие, очень мне тоже нравилась эта маска, несмотря на то, что она с запахом розы, я не люблю все, что связано с запахом роз, но сама маска была прям такая, знаете, увлажняющая, она не такая маленькая, она обычная, 50 миллилитров, это мне попадалась такая малышка, как пробник, и последняя вещь, на сегодня, наконец-таки, я уже просто устала разговаривать, но овощи, кстати, наши еще не запеклись, и самое важное, что вот это абсолютно полная баночка, она не пустая, это единственная из всех, которая незаконченная, и я ее не закончу, я не знаю, как этим пользоваться, это SPF для лица, от испанского бренда, Cantabria Labs, Heliocare SPF, вообще, мой поход к дерматологу, в последний раз был очень сильно неудачным, я ходила в клинику, Ева Клиник, вроде так называется, нет, нет, Ева Клиник, это по-моему, беременность ведет, Proud Клиник, Proud Клиник, на проспекте, я ненавижу эту клинику, каждый раз, когда я туда ходила, к гинекологу, к дерматологу два раза, типа два года подряд к разным, по зубам ходила, каждый раз отзывы оставляю негативные, ненавижу, все, больше я туда не ногой, я не знаю, кого там берут на работу, у меня только неудачный опыт, и вот дерматолог мне выписала, я после ее БАДов, когда она мне выписала рецепты на лечение прыщей, попала в скорую, поэтому для меня это все, это не просто так, что я ее как бы говорю, что она не врач, вообще не вот это, я уверена, она не врач, она просто, знаете, тут каждый, я себя могу назвать косметологом, выписала на мне столько всего, и из косметики, биология кореша, вот это вот дорогущее, это вообще французское, ничего мне не помогло, ни одна вещь, я просто повыкидывала даже полной упаковки, потому что, ну это невозможно, кожа, знаете, она моя не воспринимает, не подходит ей это, единственное, что я оставляла, я думала, ну хоть куда-то я это намажу, знаете, для тела, нет, это SPF, и он оттеночный, я ей говорю, что он, зачем оттеночный, оттеночный, обычно они не подходят по цвету, и это выглядит, она говорит, нет, это самое лучшее, у него самое лучшее, хуже этого, я просто, девочки, никогда, я не пробовала другие, там есть вообще разные версии, но конкретно этот оттеночный, никогда, и это стоило дорого, намного дороже, чем корейский, чем де альба даже, хотя де альба считается, да, целая баночка, во-первых, она протекает постоянно, оно засыхало, короче, наносится ужасно, и причем оно все сжет, щипет, я не знаю, вот это, мне очень сильно обидно, оно правда стоит, вот у меня уже второе лето, прошлым летом я это купила, и так и не нашла применения, хотя я очень пыталась, я думала, знаете, хотя бы там, я каждый раз брала на отдых, где там, знаете, море, солнце, загораю, но я так и не намазалась, в общем, все, девочки, я так устала это все болтать, надеюсь, вам не скучно там было, потому что, ну, это еще не все, я еще принесла такие, знаете, безделушки, вот это вообще прикол, патчи, мама звонит мне, я суп делаю и снимаю пустые баночки, но я не знаю, чего я не пошла, ну, в юбки я вышла, нет, костюм ты вообще увидишь, скажешь, это вообще, отвлекают меня патчи, покупала в Росмине, попробовала я только одну штучку, ничем они не отличаются, это патчи от Кос Рекс, ничем они не отличаются от других каких-то брендов, знаете что, я их выкинула случайно, там такая прозрачная, вот эта вот маленькая, пластиночка, я не заметила и выкинула случайно, наверное, потому что, когда я умываюсь, я вытираю лицо салфетками и складываю их обычно около раковины, и, наверное, вот я взяла вот так вот в один момент и выкинула, дальше девочки, вот это мыло, я вам каждый раз в пустых баночках его показываю, вот это, то, что ну нужно вам купить, у меня нет вот этих бизиков по эстетике баночка, баночек, в ванне, тем более у меня мыло для рук стоит за раковиной, у меня обычная, знаете, вот купила, ну как по сути, вот такой вот, какой-то из, по-моему, корфюра, и я просто переливаю, вот этот рефил покупаю, стоит 6 злотых, но запах, вот это вообще, я бы хотела такие духи, мне очень нравится запах, я немножко сумасшедшая, короче, я мою руки тысячу раз в день, я на самом деле грязнуля, ну в плане там уборки, я могу, знаете, вообще ничего не складывать, посуда будет по всему дому, кружки эти, я это даже не замечу, ну мне комфортно, но вот руки, и настолько важно, ну вот элементарно, я могу, знаете, помыть, дотронуться до чего-то, и снова помыть, вот в день, ну сто раз я мою, реально, без преувеличений, и вот это мыло, оно вообще не сушит, поэтому это очень важно, дальше, зубная паста, вот эта, не нравится, она, по-моему, стала 20 злотых, то есть дороже, чем обычная, и тут еще написано, знаете, на 6 оттенков ваши зубы побелеют, нет, ничего они не побелели, и ватные диски, вот этими я пользуюсь, только из Ашана, не потому, что они там, я не знаю, какие-то дешевле, чем в обычных магазинах, нет, цена абсолютно такая же, иногда даже и выше, но мне так нравится, то, что они такие мягенькие, моя мама, она любит тоже, такие Ашан, но большие, такие, знаете, квадратные, а мне нравятся именно маленькие, мягенькие, и когда вот у меня воспаление, то элементарно смыть макияж, иногда это тоже доставляет боль, поэтому вот мягкие ватные диски тоже очень важны, таймер, одна минута осталась, я ставила на час, час сделала, обзор пустых баночек, нет, это просто трэш, в общем, все уже запеклося, берем кастрюлю большую, и все выкладываем, давайте посмотрим, как тыкву, как она очищается в этот раз, так не делается, в прошлом раз я просто была, брала за кончик, и она сама слезала, но она отрывается, сейчас будем с вами взбивать суп, и на этом этапе вы как раз таки можете, если что, и добавлять, если вы нормально там переносите лактозу, добавлять сливки, всякие приправки, соль, перчик, но в прошлый раз я не добавляла вообще ничего, были просто овощи, сливки и креветочки сверху, и было шикарно, а, ну еще у меня есть семена тыквы, косточки тыквы, ну в общем, такие вот, мы тоже сверху посыпем, страшно так взбивать, потому что я только отмыла кукню, от предыдущего раза, знаете, вот эти вот какие-то мелкие капельки, они хоть куда-то попадут, я все это взбила, изначально я не добавляла воду, для того, чтобы хорошо перемолоть, именно там кожицу, перчиков, помидорок, и была однородная консистенция, и теперь вот я буду добавлять воду, все это делайте на глаз, потому что кто-то любит, чтобы было более густое, кто-то любит, чтобы была жидкая консистенция, смотрите сами, не критично, но все-таки, что-то тут у меня заляпалось, здесь пятна, добавила воды, ну вот, почти бутылку, оно в любом случае, имейте в виду, что станет гуще, красивый цвет, а пахнет как, прям овощами, готово, мне кажется, прям, как в ресторане, давайте пробовать, нет, не можем пробовать, нужно еще хлебушек поджарить, саломался, жарим хлеб, не жарен хлебушек, час тридцать четыре, девочки, ничего не меняется, ой, ну какой шедевр, ну, вы обязаны приготовить крем-суп из пюре, если вы не готовили еще этой осенью, почему, девочки, но это намного легче, чем выпечка какая-то, правда, самое долгое, просто запекать овощи, и это полезно, вы видели, сколько мы овощей разных добавили, готовьте, очень вкусно, ладно, вы не будете, Будете смотреть, как я кушаю всё это время. Тапочек потеряла. У меня настолько много вещей. И знаете... Ну я смогу жить без такого костюма. Но при этом... Он мягкий. Ну вот я даже думаю, ходила бы я в нём за продуктами. Ну как будто я бы стеснялась. Это вот чистит для меня почему-то вайб в дороге. Когда тебя никто не видит, когда ты выглядишь и так. Никто и не требует, чтобы ты в дороге выглядел как модель. В общем, надеюсь завтра всё-таки мы с вами пойдём насладимся настоящей осенью золотой в парке. Выпьем вот в этом заведении что-то, мы не говорят. Милк. Какой-то коктейль. На сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!